Данный участок дороги расположен на улице 8 марта в районе 8 и 10 дома. По словам местных жителей, здесь ежегодно разливается огромная лужа. Люди вынуждены ходить по тротуару в резиновых сапогах и спасать свои дома от подтопления. Сегодняшнее утро, в отличие от вчерашнего, жители улицы 8 марта называют добрым. Накануне люди обратились за помощью и вот уже коммунальщики с помощью спецтехники высушили целую реку. Ну а улица 8 марта отсутствует сеть региональной канализации. И поэтому мешки с песком МЧС вкладывали, чтобы не потапливали частные дома, тротуар. То есть здесь более 150 мешков выложено. Также производится здесь откачка воды. На месте работает бригада, каналопромывочная машина, сенсаторские машины, фронтальный погрузчик. По словам местных жителей и автомобилистов, данный участок проезжей части уж очень нуждается в ливневках, которых здесь нет. Часто, всегда. Сколько здесь живу, всю жизнь топят. А сколько здесь живете? 35 уже. Я сегодня вынужден был вытащить колесо сюда на дорогу, чтобы у меня в ограду заливается вода. Негодует местный житель Виктор Ефремов. Талые воды просочились не только в ограду, но и в колодец, расположенный рядом с домом. В этом колодце находится моя питьевая вода. Посмотрите, пожалуйста. Салая вода, забилая. Сегодня утром открывал, был полный. Сейчас вот маленько ушла. Наверное, потому что начали откачивать. Кстати, затопленный участок на выезде из Барнаула высох спустя три часа работы коммунальщиков. Скажите, сколько вот таких машин уже уехало? Ну, вот это шесть кубов. Девятая машина пошла. Маленькая тоже, скорее всего, 8 сделали. И большой 12-кубовый. Тот же рейсов 7 тоже. Автомобилисты больше не притормаживают. Местные жители немного выдохнули до следующего потопа. По их словам, особенно сильно на этом участке скапливается вода в межсезонье и после дождей. Ну, а наша съемочная группа решила узнать у барнаульцев, где еще в городе можно столкнуться с проблемными участками дорог. Вчера я ехала по Фурманово. Ужасно. Хотя я передвигаюсь в основном в центре. Но в центре все печально. Ленина весь в колодцах. Например, Ядренцево молодежное. То есть тот перекресток, там невозможно проезжать. Нужно немножко срезать, чтобы не попасть в расщелину огромную. Расставил снег, расставили дороги. Как часто попадаете в кочки, в ямы, которые скрыты как раз-таки под лужами? И насколько вообще больно вам за машину? Ну, конечно, неприятно. Да, я везде езжу. Я даже вам не скажу, в какой участок именно. Но дороги плачаные сейчас. К слову, в ближайшие дни в краевой столице ожидается потепление. На дорожной карте могут появиться новые потопы. А это значит, работа у дорожников прибавится. Мария Костолева, Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова